Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Всякий раз, дорогие братья и сестры, когда мы вспоминаем Пресвятую Богородицу, Деву Нашу Марию, либо когда мы вспоминаем тот момент, когда мы чтим праздники в честь Ее имени, либо когда мы чествуем иконы, освященные в честь Ее, либо когда мы совершаем молебны в честь Пресвятой Богородицы, каждый раз мы читаем отрывок из Евангелия от руки. Сегодня мы вспоминаем Великий праздник, праздник Успения Пресвятой Богородицы, и вновь и вновь на богослужении мы слышим с вами этот простой житейский отрывок из Евангелия от руки. Для тех прихожан, которые часто посещают богослужение, это очень хороший и знакомый отрывок истории о том, как Господь посетил дом двух сестер, Марфы и Марии. За время Своей земной жизни Господь старался каждую минуту использовать использовательник. Он старался что-то сказать, чем наставить, потому что Слово Божье, Слово Христово по-настоящему живо и содержит в себе огромную преображающую для человеческой души силу. И вот, войдя вновь сестер Марфы и Марии, Господь вновь принялся проповедовать, наставлять, и одна из сестер Мария села у ног Христовых и стала внимательно слушать, о чем он говорил. А Марфа повела себя как настоящая хозяйка. Она стала беспокоиться о доме, о столе, и в какой-то момент Марфа, обращаясь ко Христу, говорит, «Господи, скажи моей сестре, чтобы она оставила тебя, и шла мне помогать». На что Господь отвечает, «Марфа, ты печешься молдом, но есть у человека то единое, что является важным, что является благим для него, и вот это единое благое для человека избрало и Мария. И это не один из вас. В каком евангельский отрывок? Была ли Марфа плохой? Однозначно не так. Марфа повела себя так, как повел бы каждый из нас на ее месте. И так же, как и она, мы, когда к нам приходят гости, мы заранее убираем наш дом, мы печем все о столах, мы стараемся накрыть красивой скатерой, мы стараемся накрыть хороший стол, чтобы наши гости, уходя от нас, были довольны, им было приятно у нас, они ушли от нас в хорошем впечатлении, что говорится, ушли от нас на позитиве. Мы ведем себя каждый раз с нашими гостями, с нашими родными, с нашими близкими. Так же повела себя Марфа, она повела себя как обычное, хорошее домохозяин, как человек, который старался проявить максимум внимания гостям и такому высокому гостю, как им был Господь наш Иисус Христос. Поэтому Господь не осуждает. Господь не говорит, Марфа, ты чего там печешься? Оставь трапез, мне не нужно в душе. Оставь свои столы и вместе с Марией сядь у моих ног и слушай мою беседу. Господь так и говорит. Но Господь говорит, что у человека, среди всей его суеты, среди всех забот, которые есть у него, есть единое на потребности, единое важное для человека. То, что навсегда останется с ним. И Господь в какой-то момент уйдет из этого дома. И гости уходят. Они не остаются у нас. Но у человека остается единственное важное, то, что является настоящим благим и важным для него. И вот это вот важно избирает и Мария. Поэтому Мария и остается в дуну Иисуса Христоса. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами чтим особый праздник. Особое событие, успехи при святой Богородицы. Это один из 12-ти великих праздников в Саховном году. Он совершается сюда в один и тот же день, 28 августа. Является окончанием успехового посла. И сегодня мы с вами вспоминаем вполне конкретное историческое событие, которое сохранилось до наших дней благодаря священному свиданию. А священному свиданию и история этого праздника такова. После своей земной кончины, смерти, ученики христианства и апостолы положили телом Бесвятой Богородицы во гроб и похоронили в пещере, в которой были погребены родители Бесвятой Богородицы. Но так получилось, что на этом событии отсутствовал. Один из апостолов, апостол Фома, когда он прибыл в Иерусалим, он решил дать должное поклонение телу Бесвятой Богородицы. Но когда открыли гроб, обнаружили, что тела Бесвятой Богородицы не было. И согласно устойчивым преданиям нашей Церкви, Господь Иисус Христос, Сын Божий, принял телом Своей Матери, Своим небесным райским обидам. Внимательный человек задаст вполне логический вопрос. Почему же сегодня, в День Успения Пресвятой Богородицы, мы читаем с вами историю о двух сестрах? Неужели нельзя было найти какой-то более подавающий евангельский отрывок сегодняшнего дня? Но нет. Каждый раз, когда мы чтим память Пресвятой Богородицы, мы читаем именно этот отрывок, историю о двух сестрах. Почему? Потому что Пресвятая Богородица в своей жизни сумела объединить в себе вот эти два образа жизни двух сестер, два образа служения двух сестер. И Марфа, и Мария. Причем образ жизни, образ служения Марии всегда главенством в жизни Пресвятой Богородицы. Но и образ жизни, и образ служения Марфы тоже не отставал. Ведь Дева Мария, как и Марфа, тоже имела земное попечение, земные заботы, суету в житейство, как ты говорила. Она также приняла, родила своего младенца Иисуса Христа, спередала его, положила его в ясне. Она его воспитывала, она о нем заботилась, даже в 12-летнем возрасте, Христово потеряла его в Иерусалимском крае. Она также, как и любая другая девушка, беспокоилась о своем названном муже, супруге станции Иосифа. Это был уже довольно-таки пожилой человек. И она также внесла заботу об уходе о нем. Она также беспокоилась о своих родных вспомниках. Она, будучи еще беременны, совершила огромное паломничество, путь в далекую страну, в город, чтобы навестить свою тетю. То есть Дева Мария, как и Батна, имела попечение о земной жизни своих родных и близких. Но вместе с этим она была одним Марией, она исполнила своей жизнью образ служения и второй сестры Марии, причем образ служения и жизни Марии всегда главенствовал в ее жизни. Она прошла со Христом весь земной его путь. От начала и до самого Христа. Она была с ним во всеми минут его жизни. И в тягостные, и в радостные, и в сложные, и в самые сложные, в тот момент, когда Господь потерял весь человеческий облик, в тот момент, когда Он страдал на кресте. И не случайно Господь Иисус Христос там, на Голгофе, на кресте, находясь на пике своих страданий, именно ей, Деви Марии, в лице своего апостола, возлюбленного ученика Иоанна Богослова, включая всю нашу земную церковь. Когда мы говорим об успении Пресвятой Богородицы, заметьте, мы говорим не о смерти Пресвятой Богородицы, мы говорим об успении Пресвятой Богородицы, мы говорим, что это праздник, это торжество. И смысл успения не просто в том, что Дева Мария умерла, и Господь забирает ее куда-то там, в Царство Божие, куда все мы надеемся попасть. Совершенно это не в этом смысле. Мы говорим с вами об успении Пресвятой Богородицы, и мы радуемся и торжествуем в этом. Почему? Да потому, что за время своей земной жизни Пресвятая Богородица не имела никакой радости, никакого счастья, никакого чисто земного женского счастья. И единственный момент в ее жизни, когда она получает настоящее торжество, это день ее успения. Почему? Да потому, что там вспоминается сразу «Разнесите Господь». Вспомни с вами. Господь Иисус Христос возносится при Своих учениках. Казалось бы, они, ученики, теряя своего Учителя, сейчас происходит расставание с ним. Но нет. Апостолы радуются, прославляют возгрешиваясь вознесенного в Деста. Потому что, если до этого момента Господь был с ними, человечеством, то теперь человечество находится на Неме. Господь посадил человечество, где стоит Бога Отца. И теперь Господь своим человечеством находится везде. И, прежде всего, в Таинстве Причастия. Вот так же иди в аварии. Если до своего успения она была просто лестницей, которая соединила небо с землей, если до успения она была просто ковчегом, в котором воспитывалась, возросла и пребывала в Божеством, то теперь, после своего успения и славного Вознесения, мы приобрели настоящую молитвенницу и кадаты за каждого из нас во всей крови. Те, кто бывает внимательны на богослужении, могли заметить, что событие Страстного Великой Субботы, чьи погребение Иисуса Преста, чем-то схож с праздником успения Пресвятой Богородицы. Это действительно так. Если вы сегодня будете в богослужении, то вы заметите, что практически точно такой же чин погребения Пресвятой Богородицы, как и чин погребения Иисуса Христа в День Великой Страстной Субботы. И не случайно в Радьей Церкви, в праздник успения, верующие христиане приветствовали себя таким радостным, пасхальным приветствием Пречистое Воскресе и отвечали воистину Пречистое Воскресе. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, я также хочу вас поздравить с этим праздником успения Иисуса Христа и Богородицы вот этим радостным, пасхальным приветствием Пречистое Воскресе и вместе с вами радостно ответить воистину Пречистое Воскресе. Аминь. Спасибо.